МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и я снова приветствую всех наших зрителей и слушателей. Пока нам приходится пережидать все эти ужасные дни, творящиеся в мире. Кто-то в карантине, кто-то в самоизоляции. Делаем мы антитопор немножко в другом ракурсе. Чаще стали приглашать гостей, говорить с ними. Гости у нас обычно интересные, как я понял, потому что отзывы довольно-таки неплохие. И на этот раз у нас, мы тоже не подкачали, у нас снова интересный гость. Это Тигран Петросов, преподаватель Кубанского государственного университета, преподаватель философии, полиглот, владеет восьми языками, занимается исследованием языка санскрит. Впрочем, вот по этому поводу я его и пригласил, потому что мы очень много говорим в последнее время о языке санскрит, о языке пали. Многие народы почему-то ищут свои какие-то корни именно в санскрите. Мы часто видим, допустим, в тех же источниках на русском языке, по славянским языкам, где филологи-славянисты тоже часто обращаются к санскриту. И вот я узнал, что Тигран занимается, будучи армянином, занимается также санскритом и тоже ищет и находит какие-то взаимосвязи, какие-то общие слова с этим языком. Добрый вечер, Тигран. Добрый вечер, Вадим. И вот первый у меня такой вопрос я бы, наверное, задал, потому что это все-таки мертвый язык. Я знаю, что помимо санскрита вы еще занимаетесь или даже изучили древнегреческий язык, латынь. Ну, обычно модно нынче изучать языки, на которых можно говорить, которые, будучи полезными сейчас, некоторые даже зарабатывают на них деньги. Но при чем тут мертвые языки? Вот хотелось бы об этом услышать. Чем они вас именно привлекли и конкретно именно санскрит? Я понял, да, вопрос очень, кстати, интересный и актуальный, потому что многие задают этот вопрос. Но так как я работаю в университете и в целом преподавательская работа, она в себя включает и исследовательскую работу, то есть научную, то для, в общем-то, серьезного ученого, особенно гуманитария, знание латыни и древнегреческого в нашей западной традиции, ну, это просто показатель серьезности подхода. К сожалению, на сегодняшний день ситуация абсолютно не такая, как была там, ну, к примеру, в 18-19 веке, когда люди могли там на латыни переписываться, хорошо знали его и древнегреческий. Сейчас очень мало людей там уделяет по факту внимания, но лучше это делать. Это очень важно для общего кругозора, в общем-то, для любого серьезного, на мой взгляд, исследователя и в широком смысле педагога. Это что касается латыни и древнегреческого. Санскрит в этом смысле, у него похожая участь и похожая, скажем так, вообще судьба, характер его использования. Он тоже в действительности по факту, можно сказать, язык мертвый. И для Индии это был точно такой же язык, скажем так, официальной коммуникации, литературы, науки, медицины, религии, как латынь для, к примеру, средневекового Запада. И так как мне очень интересна индийская тоже философская мысль, я очень хотел по-настоящему серьезно попробовать к ней прикоснуться. И здесь, конечно, без санскрита никак нельзя. В общем-то, пришлось как-то им овладеть. Надо сказать, что язык чрезвычайно сложный. Это известный, кстати, факт среди лингвистов, любителей этого языка. Но это очень интересный процесс, поэтому пришлось столкнуться. Совершенно не жалею, продолжаю как-то с ним работать. Как, кстати, вам далась письменность Деванагари? Ну, Деванагари, это как бы для человека, наверное, который никогда не учил никакой системы письма, наверное, это было бы что-то прям сложное во взрослом возрасте. Но в целом, надо сказать, что она, на мой взгляд, незначительно сложнее, к примеру, армянской азбуки. Там сколько, 46 примерно символов в Деванагари, тоже довольно легко запоминается. То есть, это не китайские, не японские иероглифы, это то, что можно быстро освоить, если не бояться. Вот и все. То есть, не очень трудная вещь. К моему стыду я скажу, что Деванагари я освоил за месяц, арабскую письменность я освоил за две недели, армянскую письменность я пять лет освоить не могу. А меня там путают вот эти масштодцевские буквы, похожие на двойки и на тройки. Ой, да, G, Z, Z, это да. Да, да, да. И, кстати, в армянском есть эта специфика, она меня тоже удивляет, что очень долго запоминается, хотя вроде всего там 39 букв. Тоже это очень интересный нюанс, действительно, да. Ну, в целом, алфавит, не иероглифы, это уже простота. Да. А скажите, вот сохранились ли какие-то общие слова санскрита и армянского языка? Ну, я понимаю, когда я говорю армянского языка, я имею в виду, естественно, и грабар тоже, древнеармянский. Потому что все-таки есть разница даже между грабаром и армянским языком, но она точно такая же, как между санскритом и хиндией. Да, значит, на самом деле таких слов, я думаю, немало. Я сам их частенько встречал, и это прям вызывает такое чувство какое-то, такое, ну, приколюха, да, какая-то радость такая-то, шопа на армянское слово похожим. Очень часто встречается, да, я специально выделил несколько, чтобы озвучить. Я бы хотел разделить те слова, которые похожи, да, на две группы. Первая группа таких слов, это те слова, которые просто и в итоге, значит, подходят к общему индоевропейскому корню, так как мы знаем, что это и санскрит, и армянский, это, ну, индоевропейская языковая семья, в общем-то, близкие, очень близкие, на самом деле, языки, если посмотреть в историю. И у них просто есть слова, в которых корни остались очень похожими. Вот это первая группа. Протоиндоевропейский, скажем. Да, да, у протоиндоевропейский корень, он не сильно изменился, поэтому и там, и там он схож. Ну, к примеру, джерм, да, армянское слово джерм, оттуда там джермук, к примеру, вода, да, джерм – это тёплый. И санскритское слово гарма. Гарма – это жарозной. Джерм – гарма, то есть и звук похож, и смысл. И славянское жар. Жар, да, кстати, жар, тоже похожее слово. Вот, или, к примеру, значит, сейчас скажу, ну, к примеру, собака, шун. Да, шун, армянское шун, и в Грабаре было шун, и санскритское шван. Очень похожие слова. И французское шен. Как? Шен, французское. Да, 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 там, в общем-то, вот такой вот ряд. Очень много таких можно на самом деле сказать. Я бы вообще выделил, вот, можно сразу сказать, что таких слов примерно, ну, там, пять групп, да, это, допустим, слова, связанные с именами родства. Матор, санскритское – матор, армянское – майр, да, русская – мать и так далее. Это слова, к примеру, связанные с базовыми предметами быта, которые знали, в общем-то, наши общие предки, и поэтому они не сильно изменялись. Допустим, двара санскритская и армянская дур, дур, дверь, да. Предметы, базовые предметы быта. Третье – это вот некие общие понятия, как я сказал, жар. Можно также вспомнить, допустим, слово санскритское, санскритское слово бара, бара, ноша. Да, и армянское слово берн, в грабаре было берн, в армянском современном берн. Тоже нож, а груз, даже значение такое. Вот, это также животные, как мы сказали, такие животные домашние, которые… Опять-таки те животные, с которыми протоиндо-европейцы сталкивались. Да, да, собаки, кони, кошки, овцы, там, козы, вот эти вещи, да. Ну, и пятое, там, что я еще мог бы здесь выделить, ну, части тела, да, части тела. То есть, к примеру, санскритское джану, да, допустим, латинское слово генус очень похоже, да, тоже. И армянское слово цунг, это типа колено, колено. Вот, ну, и вот такие вот группы, то есть некие базовые понятия, они будут часто находить общие корни. Глаз, ач, ак, да, 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 чакшус. На хинди я знаю ак, я не знаю, как на санскрите. Ой, там, знаете, с санскритом страшная история, там для слова глаз, ну, только я знаю где-то 5-6 синонимов. То есть, а сколько их вообще, трудно сказать. Там есть лучана, кстати, там корень слуис, скорее всего, общий. Есть слово там чакшус, есть слово нетра, наяна и так далее, амбака. Очень много синонимов в санскрите, поэтому тут трудно сказать. Ну, вот, наверное, этим и отличается хинди от санскрита, так как хинди вобрал в себя еще много английских слов, персидских слов. То есть, это такой модернизированный, скажем, цивилизованный санскрит получился, смешанный отовсюду понемногу. В общем-то, да, у него судьба тоже, видимо. Ну, честно говоря, там с хинди сложная история, я ее хорошо не знаю, там его генезис хинди. Ну, в общем-то, какое-то непосредственное отношение в качестве потомка к санскриту он, безусловно, имеет. Как и урду тоже, вобравшие в себя уже арабские слова, так как урду – государственный язык Пакистана. Да, Тигран, вот известно, что есть семь основных версий зарождений дальнейшей миграции индоевропейцев. Да, это Балканская, Малоазийская, Балтийская, Причерноморская, Восточно-Анатолийская, ее еще называют версия Армянской Нагорье. Ну, наверное, скорее всего, правильно сказать Армянской Нагорье, нежели Восточно-Анатолийская. Потому что Анатолий – это и есть Восток, получается Восточный Восток, да. И вот над каждой версией работали по одному ученому, и превалирует, получается, версия Армянского Нагорье, то бишь Анатолийская, которых отрабатывали два ученых, как известно, это были и Иванов, и Гамбкрилицы. И, учитывая, что Армянская Нагорье, оно как бы на середине пути между Европой и Азией, да, этакие врата, но при всем этом нет ни одной версии зарождения в долине Инда и Ганга. Получается, что не наши языки, а наоборот, санскрит, наверное, произошел от наших языков. Я не имею в виду сейчас именно армянского, а имею в виду языки, скажем, той же Анатолии, да, или того же армянского, тахарского, греческого языка и так далее. Вот как вы считаете, можно ли об этом говорить, или все-таки санскрит – матерь языков индоевропейских? Ну, я думаю, что здесь, я думаю, что это уже довольно отработанные такие вещи, вот, да, действительно, насколько я знаю, это, опять же, ну, это вообще-то вопрос там истории, да, то есть здесь я тоже не специалист, но, насколько я знаю, в общем-то, индоевропейских версий нету всеобщепринятой теории или принятой подавляющим большинством теории. Есть конкурирующие там, вот это вот, там, как она называлась, курганная гипотеза была превалирующей, кстати, у нее сейчас какие-то случились проблемы с аргументацией, сейчас в действительности я тоже слышал, что Анатолийская, в общем-то, новые аргументы возумела, то, что Армянская Нагорья и Иранская Нагорья, но это, опять же, еще гипотеза, то есть это не надо тоже забывать, что нету единого мнения здесь. Но я хочу сказать, что то, что санскрит не является никакой там матерью европейских языков, это уже 99%, то есть здесь есть общее согласие, это невозможно, то есть, по всей видимости, в действительности, некие арийские племена, то есть кочевые иранские племена, да, пришли на эту территорию, значит, на эту территорию северной Индии и, в общем-то, ассимилировали культурно, лингвистически. Дровидов, да, то есть местное туземное население. Это довольно, это общепринятая, на самом деле, точка зрения в западной науке нашей сегодняшней, но ее активно, насколько я знаю, пытаются опровергнуть индийцы. Ну, тоже, опять же, патриотические чувства, людям хочется, чтобы все исходило из них, да, то есть здесь такой вот чистый момент, я думаю, политический, идеологический присутствует. Вот, вот так вот. То есть санскрит — это язык, который где-то в середине второго тысячелетия до нашей эры впервые мы знаем, что вот на таком-то языке под названием видийский язык или видийский санскрит какие-то там произведения слагались. Вот, до этого он вряд ли существовал. То есть, значит, индоевропейский распад, он начался довольно, ну, гораздо раньше. То есть, там, допустим, вообще индо, вот эта иранская ветвь, которой принадлежит санскрит, и армянская ветвь, они там откололись примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Ну, вот такие цифры, то есть, это довольно все долго было, и санскрит просто один язык. Многие индоевропейцы говорят, что была одна такая ветвь, греко-армяно-иранская, затем она разделилась на греко-армянскую и ирано-индскую. Да, да, тоже я слышал это, насколько я знаю, тоже ведущая рабочая гипотеза, потому что так и было. То есть, на самом деле, получается, что армянский, греческий и индо, вот эти вот иранские языки, это ближайшие родственники были вот на этом древнем уровне, где-то с середины второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Это была единая ветвь, которая разложилась. Да, я тоже слышал такую версию. И такой вопрос. Ну, понятное дело, что большинство народов нынешних, носителей индоевропейских языков, они нынче разных верований. Есть и христиане, и мусульмане, там, что там верований, даже рас уже разных, да, получается. А вот, скажем так, в мифологии индуистов нынешних остались какие-то боги, которым поклонялись наши общие предки? Ну, потому что индуисты как бы более сохранили, скажем, тот самый пантеон богов, чем все остальные. Ох ты, это тоже довольно-таки интересный, но сложный вопрос. Так, тут надо подумать. Во-первых, у нас корень, то есть там как? Когда реконструируют, ну, по крайней мере, по тем материалам, с которыми я знаком, когда реконструируют мифологию вот этого индоевропейского народа, некоего общего, древнего, то его реконструируют согласно предположениям, что это все-таки был кочевой народ. Вот, соответственно, полагаю, что в пантеоне у них, так как у них не было ни культуры письменности, ни культуры цивилизации оседлой, в общем, то там, допустим, ведут все к идеям, допустим, богов, связанных с небесными явлениями, богов, связанных с, допустим, вот, как сказать, вот с этим, с пастушеством, да, вот такие вот вещи. И в этом смысле, ну, насколько я знаю, там первым… Солнце, наверное, все-таки солнце. Да, солнечные боги, значит, вот, допустим, корень Deus, да, корень Deus, латинский, это же тот же самый корень, что слово Zeus, Zeus, это тот же самый корень, что слово Deva, санскритское слово Бог, и все это связано с понятием неба, то есть в этом индоевропейском языке это слово обозначало небо, то есть вот это вот одна из древнейших неких форм, видимо, была божественных. Ну, и, допустим, такие боги, как Варуна и Митра, тоже считаются очень архаичными верованиями. Вот Варуна, Митра, Агни, это тоже очень архаичные верования. Агни – это Агни, значит. Да, 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 вот этот вот ряд, то есть, допустим, Вишна и Кришна, и Шива, да, Вишна и Шива, вот два главных бога современного индуизма, да, Тримурти, это уже, насколько я знаю, более позднее религиозное образование, чем вот архаичное связанное с Варуной, Митрой. Но, тем не менее, все-таки в мехфологии, как мне кажется, что-то осталось. Например, в Индии поклоняются до сих пор богу Солнца Сурьи. – Сурья, да, так это, значит, как Солнце, собственно, и переводится это слово. – Бога Луны, Сома, то есть есть вот до сих пор еще как бы вот эти вот небесные тела в индийской мифологии, они присутствуют, просто их, наверное, вытеснило вот это самое Тримурти, о котором мы сейчас упомянули, и семьи, жена Шивы Парвати, сын Ганеша, Кришна и так далее. Скорее всего, они вытеснили просто вот весь этот протеиндоверопийский пантеон. – Я думаю, так примерно и было, тем более, что мы видим даже, что, к примеру, вишнаистские, шиваистские взгляды, они же тоже имеют развитие. То есть, если изначально это, опять же, некие архаичные формы, там, просто многобожья, то потом бах, и вишну вдруг там становятся каким-то всеобщим первобожеством, общей сущностью там в Хагавадгите, да? То есть, тоже есть такая эволюция этих божеств, взглядов на них и так далее. – Я бы еще хотел заметить на одну такую вещь. В армянском языке есть такое существительное – манук. Что это? – Ну, а манук – это же у нас дитя. – Малыш, да, ребенок, малыш. Ну, вот, например, в том же самом древнеиндийской философии есть бог Ману, первый человек. – А-а-а, но это больше… – Есть какая-то связь, вот, ребенка Манука и вот первого человека Ману. – Угу. Ну, здесь я не смотрел, там, допустим, этимологию, реконструкции, но я думаю, здесь связь с корнем ман. – Или германская ман, да, нет. – Да, я думаю, здесь связано с человеком. – Мне кажется, это более позже, потому что ребенок-то тоже человек, но это как бы получается у маленьких человечек, да? Много можно примеров привести, когда слово одно, а вот значения вроде бы как похожие, но уже разные. Как бы вот Ману, Манук и Ман. – Ну, на санскрите, допустим, Мануша – это тоже человек, если я правильно помню это слово, Мануша – тоже есть человек. Ман, да, ну, древнегерманский корень, он же не обязательно, он, допустим, более поздний, он мог хорошо сохраниться и передать там архаичную форму. То есть здесь просто надо посмотреть реконструкцию в словарях, если она есть в открытом доступе, да? Но я думаю, это в действительности связано вот именно с идеей там человека или мужчины, чем с ребенком. Хотя, возможно, может быть, есть какая-то связь. – Еще я заметил, что у нас очень много схожих слов осталось, связанных именно с домашними животными. – Да, да, тут как раз мы уже сегодня это проговорили. – Получается, что наши предки общие сталкивались уже и с той же коровой. – Да, корова – общий корень, очень похожий. Го – санскритская знаменитая. Опять же, у коровы есть несколько синонимов, но го – самый известный. Армянская – ков, английская – кау, там, да, ну и так далее. Очень много близких слов. – Славяне ушли немного дальше. Они начали говорить корова. – Да, да, длинное слово придумали. – По длиннее, да. – Да, по длиннее. Тигран, насколько я знаю, ты сейчас занимаешься переводом Упанишат на армянский язык. Чем, как ты думаешь, они будут интересны армянскому читателю? И можно ли сказать, что это будут первые переводы Упанишат на армянский язык? – Значит, я хочу сказать, что на данный момент эта работа, так сказать, стратегическая. То есть, это прямо на такую дальнюю перспективу. Это не краткосрочный процесс, учитывая то, что у меня далеко не свободный санскрит. Более того, у меня и армянский-то, к сожалению, не свободный. Я не носитель языка. Я его, ну, как иностранец, я его знаю очень хорошо, а как армянин – плохо. Ну, как носитель языка, я не сравнюсь со знанием носителя языка. Поэтому тут надо подтягивать и армянский, и санскрит. Но такая цель, безусловно, есть. Потому что я не встречал, я общался и с людьми, ну, с специалистами из Монтанадрана, узнавал, есть ли вообще в Армении переводы Упанишат. Не встречал ни в интернете, они сказали, что не знают. То есть, маловероятно, что такие переводы вообще в истории существовали. Или, по крайней мере, в нашей современной культуре. Это, на мой взгляд, ну, это просто один из таких чудовищных минусов, в общем-то, нашей вообще культуры информационно-армяноязычной, в общем-то, нашего современного состояния просвещения. Это такие вещи базовые. Ну, Упанишады – это как бы кладезь и индийской философии, и, в общем-то, мировой мысли. То есть, это сопоставимые вещи там с философией Платона, Аристотеля, Канта. Это те вещи, которые, мне кажется, в любом обществе должны существовать. Это вещи, которые так или иначе зарядят десятки, сотни тысяч людей, в общем-то, на какое-то мышление откроют очень много нового. Но это памятники, выдающиеся памятники, человеческие достижения мысли. Поэтому это вещи, которые должны быть, я так считаю. Такой вопрос. Вот как мне всегда казалось, что в мировой философской науке, особенно европейской, более популярны, скажем так, философия европейская, нежели восточная. Почему так происходит? Почему наши студенты в вузах изучают именно европейскую философию? Знают, допустим, Канта, но не знают Виве Кананду и многих других, которых, можно сказать, довольно-таки достойные философы. И можно ли это сказать, что это связано с тем, что европейская философия, она такая более экстравертная, а восточная интровертная? То есть нам хочется больше познать то, что вокруг нас, а не то, что внутри нас. Ну, я думаю, это вопрос, на самом деле, связанный с этим вопросом по поводу Ипанишат. Это в целом, во-первых, традиция, во-вторых, это в целом информационная обеспеченность, информационное пространство. Вот на русском языке тяжело находить индийские первоисточники в переводе, к примеру. Да, очень тяжело находить. То есть я знаю там людей, которые буквально ближайшие в последние несколько лет издают впервые какие-то индийские произведения там, допустим, да, и так далее. То есть очень мало, очень мало представлено вот этой вот традиции. То есть, допустим, то, что может найти студент в интернете, это три учебника про индийскую философию. Ну, что такое три учебника про индийскую философию? Классические, да? Ну, это, я не знаю, это просто капля в океане. Это настолько сжатая информация. То есть по западной философии можно найти все, что угодно. Можно найти там научных работ бесконечное количество, можно найти любые собрания сочинений там Платона, Канта, Егеля. Вообще не вопрос. Это, конечно, информационная обеспеченность. Тоже она даже на русском языке слабоватая, на мой взгляд, в плане индийской традиции. Тем более она слабоватая на армянской. А второй момент – это, конечно же, традиция. У нас, в принципе, на Западе никогда нормально не преподавалась, ну, по крайней мере, то, что мне известно, индийская философия. То есть к ней вообще не было никакого интереса. Там Гегель в XIX веке ее вообще окрестил недофилософией. То есть прозападники просто считают, что там нет никакой философии. Это некая смесь у метафизики и религии. То есть просто нечто несформированное, да, прозападный взгляд. Вот единственный, вот как мы знаем, Шопенгауэр – единственный крупный философ, который по-настоящему как-то пропиарил у Панишады индийскую философию. Нет обращения к этой культуре. Мы идем своим стандартным путем. Создаются школы вокруг всей этой нашей стандартной, классической и новой западной философии. Индийская просто обходится стороной. Поэтому, собственно, и появилась задача как-то вот санскритом овладеть и попытаться поглубже. Потому что это невероятно богатая литература. Санскритская литература превосходит по объемам известных нам памятников, произведений, в десятки раз общую древнегреческую и латинскую литературу. В десятки раз. Это невероятно богатая литература. Просто в наших широтах признано больше говорить почему-то именно о греческой философии. Когда мы изучаем философию античности. Да, конечно. То есть, допустим, я беру там билеты на экзамен в стандартных программах и смотрю. Там один вопрос будет про индийскую и китайскую философию. И там 60 или 59 вопросов про все там эти западные течения. Понимаете? То есть, ну, о чем тут говорить. Поэтому тут надо... Скажи, а как вот лично вам армянская философия? Ведь у армян тоже довольно-таки крепкая философская школа традиции. Я хочу сказать, что армяне на самом деле есть выдающиеся философы в среде армян. В античности, в раннем средневековье. Оно это, естественно, наш Давид Ангахт. Давид неповедимый. Когда он в V веке, я читал его главную работу «Определение философии». Он неоплатоник. Очень известный неоплатоник. Гуру своего времени, своего века. Один из лучших философов своего века. То есть, у нас есть выдающиеся философы в армянской традиции. Есть еще такой, допустим, проэрессий. Паруэр Гайказм. Тоже очень известный. Ему там римляне памятник ставили во втором, по-моему, веке нашей эры. Он был ритор и философ. Но понимаете, в чем проблема? Во-первых, таких имен не так много. То есть, у нас есть выдающиеся деятели философии по-настоящему. Но их не так много. То есть, нет, допустим, какой-то традиции. То есть, не было такого, чтобы армяне создали там, типа как Платоновскую академию, а только армянская Платоновская академия. И второй момент, очень много трудов до нас просто не дошло. То есть, про того же проэрессия или паруэрессия. А может быть, они тогда просто писали на греческом? Ну, во-первых, они писали все на греческом. То есть, даже анахт у нас перевод с древнегреческого языка. Ну, так это и есть, наверное, ответ на вопрос. Да, да, это главное. Может быть, они как раз писали, и эти письмена и рукописи сохранились просто не у нас, а где-то там в фазе. Да, дело в том, что, к примеру, вот второй наш из известнейших этих философов, Паруэргайказм, у него вообще ничего не сохранилось. Понимаете, вообще. То есть, это вторая проблема, то, что в античности терялось очень много литературы. Ну, в связи с наступлением христианских времен, арабских времен в этом регионе. Его просто там сжигали в библиотеке, или она как-то по-другому терялась. Вот и все. Это очень грустно, но у нас очень мало сведений вот этих наших выдающихся ученых и философов античности и средних веков. И, в общем-то, я смотрел там, допустим, то, что все, что касается истории нашей философии, часто крутится вокруг вот этих вот нескольких личностей. Ну, в Армении такая судьба, потом, в общем-то, мы знаем, что всегда была частью какой-то империи, поэтому... Да. Но вот если, скажем, дать какую-то оценку, да, мы сейчас, вот я не зря упомянул, экстравертные и интровертные, вот армянская философия, она ближе к кому? Ну, конечно, она с западной традицией. Конкретно с западной традицией, потому что армяне, в общем-то, очень четко и на самом деле очень чутко переняли все эти эллинистические там движения культурные, да, то, что раннее использование древнегреческого языка, раннее приобщение к науке, философии, это четко древнегреческая традиция там продолжается, эллинистическая. Да, а потом уже со смесью христиантов, философии, философии, философии. Тигран, я знаю, что вы еще изучаете или уже изучили, поправьте меня, если я не прав, японский язык. Ну, изучил базовый как бы курс, да, но там понятно, что, чтобы знать там все иероглифы, которые обычно используются, на это и пяти лет не хватит, то есть, ну, базу знаю, да. А не проще ли было изучать китайский язык, потому что с китайскими иероглифами проще было бы переходить на японский, а вот наоборот уже сложнее. Хороший вопрос. Ну, знаете как, я просто исходил из того, что хотелось бы знать один неродственный язык и обязательно язык с иероглифами. То есть, неродственный с целью вот этого когнитивного момента познания чужого какого-то рода мысли, да, способа мысли. Иероглифы, чтобы познать другой вот этот принцип письма. Ну, просто мне японский, честно, просто больше нравится. Конечно, китайский было бы идеально, потому что китайцы вообще не используют никаких азбук, и у них тоже есть, вообще-то мы знаем, философская традиция, да, древняя. Было бы классно, но мне просто японский очень как бы нравился, поэтому выбрал его. Ну, здесь вот так вот сложилось. Понятно. А в Японии доводилось бывать? Есть вот такая вот языковая практика с носителями? Пока нет, но я очень хочу сделать японский прям сильным, то есть, очень много ему уделить времени. Вот хотелось бы там поработать, потому что, ну, во-первых, другой мир совершенно, во-вторых, все-таки Япония довольно богатая и очень интересная страна, и в плане там временных работ, и в плане всего. То есть, есть такой вот стратегический задел, на японский язык, может, как-то доведется там побывать. Ну, пока нет. Вы не были никогда? Я бывал, но очень давно, и тоже планирую туда поехать, снять армянский след, тем более, что Япония – это первая страна, которая признала первую армянскую республику вот в 20-м году, да, когда в 18-м году, господи, в 20-м уже ее не стало. Вот, и вот хотелось бы туда съездить, тоже рассказать и об этом в том числе. Но вопрос вот еще в чем состоит. Вот многим почему-то свойственно сравнивать моноэтничность Армении и моноэтничность Японии. Вот эти вот два народа довольно-таки интересные в том смысле, что уживаются как бы в своем соку, и один-два процента только инородцев. Я же почему и спросил, в Японии бывали. Вот я хотел узнать, каково в японской вот традиции, есть ли у них какой-то национализм, или так вот сложилось, что они островитяне, что никому больше как японцам Японии не интересно. И вот в истории так сложилось, что там живут одни японцы. Ой, это да. Ну, я думал, что японцы очень серьезные патриоты, очень серьезные. То есть где-то их патриотизм, безусловно, в какие-то периоды истории граничил, конечно же, уже и с шовинизмом. Сейчас, я думал, все-таки цивилизованные страны вот этот аспект не имеют в общей своей массе, в идеологии, в риторике своей. Да, но я думаю, они очень большие патриоты. Ой, я же говорил, что я бывал в Японии. А, ну понятно, понятно. Так что что-то все-таки есть. Хорошо, Тигран, большое спасибо. У нас, к сожалению, эфирное время, ну полчаса плюс-минус, не можем себе большего позволить. Это все для того, чтобы удержать зрителя как можно дольше. Потому что жанр интервью – это немного такой специфический жанр. И нужно зрителя до конца удержать. Спасибо большое за разговор, за интересную беседу. Тем более, что беседа у нас сегодня была немного необычная. Мы очень редко затрагиваем какие-то там корни, прошлое. Последний раз, по-моему, у нас была Наталья Соболь, когда мы разговаривали о подобных вещах. Но у нее свой взгляд, конечно. Со многим я с ней был не согласен. Но так как я интервьюер, я не имел права как-то пререкаться с ней и спорить с ней, так как она была моим гостем. Тем более, я не мог это делать. И вот вы сейчас второй человек, о котором мы поговорили о таких наших далеких предках. Спасибо еще раз. Надеюсь, что уже когда начнется писаться работа, перевод Упанишат на армянский язык, мы снова встретимся и вы расскажете, с какими, может быть, трудностями столкнулись. И еще что-нибудь интересное уже из самих Упанишат. Спасибо большое, что пригласили. Будем надеяться, что так и будет. Все, спасибо. До свидания. До свидания.